всем привет вы на канале дистиллят тв всем привет и сегодня рубрика дегустации очередных два коньяка 10 лет с чем эти ассоциируется 10 лет с нашей свадьбой действительно она догадалась вспомнила что вы именно в этом году у нас было 10 дней со дня свадьбы но 10 лет они как 10 дней не случайно я оговорился оговорка по фрейду по-моему так говорится или по фрейде и так давайте наверное наливать а потом продолжим разговор коньяк налит в бокалы она пока будет работать носом а я немножко расскажу про коньяки коньяк арджи ван уже был у меня на обзоре семерка и он у меня был не слезными отзывами хотя очень красиво все написано на контр этикетке на коробке по поводу спиртов и я бы его не приобретал но благодаря моему подписчику игорю рокотова который прислал мне посылку с этим коньяком спасибо игорь огромное и привет армавиру так вот он прислал эту бутылочку еще когда не знал как я отзовусь о семилетнем спирты здесь минимальные 10 лет и в семилетнем я очень здорово почувствовал эссенцию ванили прям очень много здесь у нас объем 05 дата розлива 3 0 2 20 крепость 40 градусов коньяка есть одна оговорка что этот коньяк надо употребить в течение 30 дней после вскрытия пробка здесь натуральная бутылочка симпатичная в общем дизайну вопросов никаких не имеется следующий представитель десятилетний который мы будем сегодня пробовать это будет коктебель щебетовского розлива все теперь уже знают пожалуй мои подписчики о том что коктебель стоит покупать только щебетовского розлива и это десятка именно такая произведен из коньячных дистиллятов выдержанных не менее 10 лет в дубовых бочках объем 05 крепость 43 градуса не коммерческая крепость это всегда интересно напомню что эту бутылочку мне прислал олег курдюков огромное спасибо олегу за это дата розлива 12 0 2 18 семерочка у меня был на обзоре тоже и щебетовки и он мне очень очень понравился ну что давай переходить наверно к ароматике к самому главному и первое слово скажешь ты конечно то мне все же смешалось смешались кони люди да ты знаешь ну от жива мне поприятнее больше нравится этот прям такой теперь жива больше изначально он мне понравился да как только ты его налил да я начала его там отведывать его аромат коктебель просто мне ударил в нос так что я офигела пройдем сразу по ардживану и семерка и десятка это приятные ароматы да это все вот связанные с какими-то сладостями восточными но самый основной аромат да и ответы точно изначально были спиртуозны ну вот тот же самый эффект что здесь присутствует повышенная ваниль но она уже не так акцентирована как в семерке в семерке прямо на кишила ну потому что ардживан у меня и там не слышала ну как не слышит армянский профиль а это у нас ну да есть крымский профиль и в крымском профиле отчетливо слышны нотки вот как травы что ли вот лугов каких-то интересных есть немножко столяр очки лаковых ноток но они настолько приятные настолько милые в этом коньяке ну вот десятка по ароматике как ты бель мне прям очень нравится я так понял тебе больше нравится ардживан я запуталась что тебе больше нравится вообще запуталась да по ходу 10 лет мы зря прожили да получается так не научил жену разбираться в ароматах коньячина шучу дорогая но ты же знаешь ты у меня великолепно и потрясающе восхитительно вот так бывает когда не проследил за батарейкой камера перестала записывать а мы продолжаем разговаривать мы закончили ролик да мы ролик закончили но еще можно разочек давай к ароматике до возвращаемся помним да что у нас 10 лет совместной жизни я тебе передал все свои знания которые имеют употребление коньяков осталось только расплатиться со мной давай ароматика давай ты пробуй слушай я вот перебью тебя сразу ты по хорошо праве отведай от живан еще разок как ты бель это просто сказка просто песня здесь и луговые травы здесь сухофрукты здесь изюма много винограда молодого вина и его ароматика еще немножко переплетается с фанагореи но с фанагореи в каком плане клея деревья камень который называется научно вот там у фанагореи с абрикосового дерева а это с вишневого ведь я знатный эксперт в употреблении клея свое детство ты ела много я тоже в одном туалет не этого я не помню до сих пор а по поводу клея деревьев с абрикосы в основном почему-то всегда абрикосы абрикосы с абрикоса но у нас да вы не обращайте внимание у нас абрикоса бывает и мужского и женского рода абрикос да есть люди которые подскажут ну давай ты теперь про дживан я рассказал про камень про карты бель давай слушай ну ваниль когда однозначно присутствует и такая прям довольно таки чем дольше его сильная да вот чем дольше стоит в бокале тем больше не нормально мне приятно я не нравится тебе нравится профи да мне нравится виноград где-то ну вот эти вот сухофрукты изюм то есть обычный приятный аромат классический армянский я назвал его вот сразу армения да вот ассоциируется с армянскими коньяками здесь есть сто процентов хорошие спирты которые приятные но вот это почему ваниль выползает ну не знаю для чего мне кажется не добавить ее было бы намного лучше бы и круче бы был коньяк ну а может я ошибаюсь да может у меня какое-то отвращение к ваниле я вот опару прям там чувствую кстати да давай наверно к аромату пара это совсем другое с ванильным когда-то опара это вообще другое тесто есть ванильное опара это когда ты просто разводишь дрожжи с сахаром и с мукой для то чтобы они поднялись и поднялись и ты проверил хорошие дрожжи вообще работают они пара папа пара я понял я это все все равно не мало что я хорошо давай кричать и ругаться в кадре ваниль добавляют в тесто молодец что поправила давай ко вкусу переходи я короче ардживан ты ардживан пробуешь давай за десять лет совместной жизни и за ваше здоровье очень легкий коньяк пьется приятно ваниль есть самые простые простой послевкусие абрикосы абрикосы абрикос кураги ну все поняли жердела ну чернослива вот самый обычный стандартный букет послевкусие в коньяке нет ну вот он вообще вот сказать по ардживану он нельзя его назвать противным он приятный но для людей которые имеют большой опыт в употреблении коньяков я думаю тоже будут чувствовать вот эту акцентированную ваниль во вкусе по поводу коктебеля 43 градуса я даже не почувствовал очень компактный аромат камень тоже это присутствует молодое вино послевкусие горчинка шоколадная приятная и луговые травы вот оно как в семерке было здесь она тоже прослеживается в меньшей степени конечно но этот коньяк такой самодостаточный однозначно я бы его с удовольствием покупал бы если бы он был в продаже а тебе бьет в нос да я ошибаюсь вот всегда с выбором напитков 43 градуса все-таки до 40 не выше да давай я попробую сейчас на аромат потом на вкус это абсолютно другой профиль это не похож на ардживан здесь нет ванили вообще как ты сказал что такое горькое тяжелое как вот даже не знаешь когда шкурку с шкуру с ореха или как око жураль травяное тяжелое такое срываешь да вот только они поспели вот оно да бальзам имеется давай на вкус давай за ваше здоровье вот не было ванили это был бы классный коньяк ардживан я имею ввиду а так но это не мое точно по крайней а это не твое горит все внутри ты горишь как огонь я ничего не слышу вот тебе короче крышки напитки оно не сказать оно приятное но она вот видимо эти два градуса далее прям жар жар одним словом если вы идете на встречу с дамой куда-нибудь на романтический ужин хотя романтический ужин трудно представить с дамой малознакомой что ты сразу с коньяком к ней заваливаешься это скорее всего женщина какая-то бывалая давай не будем оскорблять женский нет но к даме скорее всего надо идти с вином конечно с коробочкой конфет с цветами но вот этот коньяк точно не стоит покупать скорее всего возьмите ардживан десятку если пойдете мало опытный человек посчитает что это очень приличный добротный коньяк по мягкости он такой прям мягенький хорошенький с приятным вкусом если человек не опытом в употреблении коньяков если человек с опытом с бэкграундом в употреблении коньяков то он забракует эту коньячную вещицу а коктебель самое то для меня а у тебя наоборот правильно получается все правильно о вкусах не спорят а пьют то что действительно нравится каждому человеку правильно что там утка твоя пожарилась надо идти смотреть на послевкусие я не сказал про коктебель вот там горчинка шоколадная приятная такая сбалансированная здесь на послевкусие выползает ваниль ваниль эссенция вот это вот горчинка ванильная эссенция мне не понравился а там смотрите сами что вам покупать или нет он по жизни просто не любит ваниль да это переизбыток ванили вообще ваниль ненавистник короче если блины с ванилином готовятся это просто ему не нравится все ваниль он не любит поэтому может быть поэтому у тебя такое воин против ванили поразит всех давай давай за тебя за твой канал и за тебя и за твой канал приглашай почаще только не так когда я утку там мариную ты мне за день говори сегодня будет ролик за неделю хорошо ты знаешь я люблю когда меня предупреждают заранее я очень пунктуальный и планированный человек а свой канал когда-то развивать будешь думала сегодня а давайте подпишитесь на ее канал там язык как варить правильно мужской давай за наше здоровье и ваше тоже обычный обычный но вкусный не обычный очень вкусный со своим профилем как ты бель однозначно тут если сравнивать но для меня вообще никакой конкуренции этот ардживан не составляет как ты белью на этом мы с вами прощаемся помните что пить напитки надо только качественно и только в меру ты прощаешься ну пока до новых встреч ну я не буду это твой фишка пока ну